Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня будет расклад для Марины, который она разрешила выложить именно по открытой ссылке, для того, чтобы люди могли видеть, какими могут быть обычные расклады на любую тему, которая вам интересна. У девушки такая ситуация. Появился человек из прошлого, бывший любимый мужчина, который сейчас предлагает определенное дело, и с которым бы Мари не хотелось достигнуть той цели, которая поставлена. Цель взаимовыгодная, будем так говорить. И речь не идет на сегодняшний момент о восстановлении отношений, как вам кажется. Но далее я уже буду обращаться именно к хозяйке расклада. Пока что речь не идет о том, чтобы восстанавливать между вами отношения. Но вам интересно, есть ли какая-то ностальгия у человека по поводу того, что было между вами много лет назад, и выльется ли это во что-то сейчас. То есть, есть ли реальная какая-то возможность, не то чтобы реанимировать эти отношения, а поскольку перерыв уже был достаточно долгий, то есть ли вероятность и возможность, что на базе того общего дела, которым вы хотите сейчас заняться, может случиться новая любовь с одним и тем же человеком. Давайте посмотрим его настрой к вам. То есть, есть ли здесь что-то личное, или там только исключительно рабочие, деловые какие-то моменты. То есть, он преследует какую-то финансовую для себя цель, или вы все-таки как человек ему интересны. Что может мешать восстанавливать личные отношения, что поможет, чего он хочет с вами на сегодняшний день. И давайте на полгода перспективы. И для вас посмотрим, и для него. Вам предостережение и бонусом совет от карт. То есть, для того, чтобы вы понимали, каким образом себя в этой ситуации лучше всего вести, а каких действий допускать нельзя. Для того, чтобы просто не вляпаться в какую-то неприятную ситуацию, в какую-то неприятную обстановку. Потому что, судя по общению с этим мужчиной, вы подозреваете, что там есть другая женщина, что есть у него какие-то другие отношения на сегодняшний день. Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, сейчас человек очень трезво мыслит. То есть, какого-то такого слепого очарования вами не наблюдается. И поскольку вы задали этот вопрос, то есть, когда человек задает вопрос, я считаю, что он, естественно, должен быть готов услышать для себя ответ. Здесь вот самое главное. Ну, вы знаете как, человек может преследовать собственную выгоду. И человек при этом может сомневаться в вашей правдивости, честности и откровенности. Склонен к каким-то обидам и может считать, что у вас остались некие обиды по поводу того, что происходило между вами в прошлом. Но, в принципе, надеется на то, что достаточно уже далеко ушедшее время все расставило на свои места. У него есть ощущение, что у вас своя сейчас личная жизнь, что вы выстраиваете именно ее. И он считает, что у вас какие-то жизненные нововведения, которые обеспечивают вам финансовую стабильность. То есть, он здесь может, с одной стороны, видеть некий юношеский задор и видеть, может быть, даже какое-то ваше шутливое поведение. Но при этом он считает, что вы будете, несмотря на финансовое благополучие, немножечко прижимать финансы в том мероприятии, на которое вы хотите пойти совместно. Его эмоции, но вы знаете, здесь все-таки чувства есть. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что он может колебаться. И несмотря на то, что здесь карты ложатся для него семейные плюс ко всему, но вы как девушка, как женщина, вы его привлекаете. То есть, определенная манкость такая у вас для него сохранилась. Он считает вас не чужим для себя человеком, но финансово вкладываться в вас не готов. Он считает, что уже все, что было, оно завершилось. Но при этом ему лестно ваше внимание. Если он видит, что вы обращаете внимание, для него это приятно. Если он видит, что вы не реагируете на него, как на мужчину, не кокетничаете и так далее, то это даже приносит ему своеобразную боль. Он старается, пытается не допускать мысли о том, что между вами может что-то произойти. Потому что и с вашей, и с его стороны есть третьи лица, есть другие люди, с которыми вы уже за эти годы налаживали свою жизнь. Но все равно крамольные мыслишки, они захаживают в голову. Есть намерения определенные договариваться. Договариваться взаимовыгодно. То есть здесь человек не исключает того, что действительно у вас то дело, которое вы планируете, состоится. Человек может договариваться. Вряд ли он будет втягивать туда свою нынешнюю женщину. Но при этом, знаете как, готов даже для вас какие-то льготные условия предложить. Но все равно планирует и заработать немало на всем том, что происходит. Вы можете, знаете как, все равно настороженно к нему относиться. Потому что человек может преследовать свою выгоду, где-то в одном месте предлагая вам льготу, да, или показывая какую-то вашу выгоду. Он может забрать то, что хотел и то, что ему хотелось забрать, да, в финансовом эквиваленте. И с какого-то другого листа расчета. То есть одной рукой как бы дает, другой рукой забирает. Поэтому здесь смотрите внимательно за его поведением. Может схитрить. Поэтому договариваться надо на месте еще до того, как все началось. Обговаривать все до копейки, до каких-то нюансов. Для того, чтобы не было шанса разночтения тех договоренностей, которые между вами были. Что может являться помехой? Ну что, женщина с его стороны, жена, ваше семейное положение или наличие мужчины рядом с вами. Семьи и то, что он считает, что то, что уже прошло, уже растрачено. То есть для него ваша история по сути своей уже закончена. Вы знаете, вот ваша очень конкретная с самого начала позиции, в первую очередь позиция по делу с конкретизацией всего того, что вы хотите, а чего нет, будет весомым таким плюсом. И это очень даже неплохо. То есть вы должны сразу не бояться говорить на берегу все то, что вы хотели сказать в этом случае. Чего хочет с вами? Ну вот смотрите, поскольку вы планируете обращаться в вопросе, который связан с недвижимостью, вы в принципе с ним хотите одного и того же. То есть он в принципе хочет, чтобы вы были довольны в результате того, что вы будете делать. Вы сами знаете, о чем у вас в данном случае идет речь. И в целом он хотел бы действительно и не уронить своего лица, и показать свой опыт, и завоевать какую-то свою репутацию. Но у него все равно, все равно есть вот эти мысли, все равно у него есть влечение определенное к вам. И неизвестно на каком этапе работ, как это влечение выстрелит. Давайте для вас на ближайшие полгода перспективу. Ну вы знаете, есть риск конфликта. С ним что ли, с дорогим? Конфликта, который будет касаться поездки или переезда. Вы знаете, то ли затянет что-то, то ли какие-то... То ли может он вам сроки сорвать, то ли вы будете ждать реализации за свои деньги какого-то мероприятия. И это может в конечном итоге столкнуть вас лбами и вывести на конфликт. Для него перспектива. Ну для него тоже есть перспектива с вами здесь поконфликтовать. То есть здесь смотрите, если вы еще не простили до сих пор, если у вас есть какие-то претензии к этому человеку, то имейте в виду, что когда вы начнете работать вместе и достигать определенной цели, вот эти вот недочеты, вот эти вот обиды, все вот эти конфликты, которые на душе определенным образом лежали, ну они всплывут. Вот они всплывут, и это будет испытанием достаточно серьезным для того, чтобы вам все-таки получить хороший результат. Он припомнит прошлое. Но при этом смотрите, вам не надо рассчитывать на то, что он в память о вашем прошлом, там из уважения и так далее, или в скидку сделает, или поступится финансово чем-то своим. Нет, будет по полное условие выдвигать. И любая его помощь, которая будет казаться бескорыстной, она будет бескорыстной, то есть вот в кавычках. И он потом с вас в другом месте, как вот уже выходило в самом начале расклада, это же издерет. Вам предостережение. Старайтесь не кокетничать, старайтесь не, вот знаете как, и не обманывать, и не показывать свою истинно женскую какую-то сущность. Потому что если вы решили именно делать какое-то дело, исполнять какие-то обоюдные договоренности, то лучше посмотрите на это, а не на что-то другое, для того, чтобы самой себе не вырыть ямку. Совет давайте посмотрим. Совет подумайте еще раз. У вас есть где-то от месяца до четырех месяцев, для того, чтобы для себя очень четко решить, насколько вас волнует этот человек, и насколько вам важно, чтобы именно он реализовывал те задачи, или вы вдвоем реализовывали те задачи, которые созрели в вашей голове. Пока не делайте ничего. Постарайтесь вести себя приветливо, но очень стабильно, без выказывания некоего волнения. И смотрите, в целом карты не рекомендуют вам начинать вот это мероприятие. Либо очень-очень официально. То есть если у вас есть мужчина, то лучше их познакомить друг с другом сразу, чтобы был буфер такой вот между вами. И вам познакомиться с его женщиной для того, чтобы были сдерживающие факторы, которые не будут вас пускать друг к другу. То есть только при соблюдении правил приличия. Но если вы изначально, сейчас уже понимаете, что сдерживаться вы не намерены, то тогда ожидайте ох и больших сюрпризов, на которых дело просто может на середине остановиться и дальше не пойти. Именно то, что может быть между вами, возникающая симпатия, которая будет высказана друг к другу, она может негативно повлиять на то дело, которое здесь может реализовываться. Поэтому, конечно, я всегда говорю о том, что решать человеку самому, и никто не имеет права за вас принимать решения, как вам действовать, куда вам смотреть, все-таки начинать или не начинать с этим человеком какие-то дела. Решайте, конечно, вы. Но карты говорят свои слова, и не всегда они зефирные и ванильные, но всегда карты хотят, чтобы вы услышали голос здравого смысла. Услышите ли вы его или нет, это уже другой вопрос. Но карты свое слово сказали. Я, конечно, буду ждать от вас обратной связи. Если вы не хотите писать, допустим, в комментариях эту связь, вы можете в личку мне написать по этому поводу. Это я к хозяйке расклада обращаюсь, а все остальные зрители могут писать в комментариях, если есть что сказать по этому поводу, или, может быть, поддержать хозяйку расклада, пожелать ей удачи, благополучия. А я желаю всем, конечно, благополучия, удачи в пункте 3 прикрепленного комментария. Ссылочка на видео, в котором подробно объясняется, как вы можете для себя получить индивидуальный расклад. Всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok